МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в совещании, которое прошло в Оренбурге под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Совет округа обсуждал вопрос развития системы среднего профессионального образования. Сегодня во всех регионах округа насчитывается около 900 организаций профессионального образования. В них обучается свыше полумиллиона человек. Большинство – будущие специалисты. И лишь 120 тысяч выбрали себе рабочие профессии. Между тем, промышленным предприятиям нужны именно они. На устранение дисбаланса направлены все усилия, нормативные и законодательные акты, предусматривающие систему мер, включая и популяризацию рабочих профессий среди абитуриентов, и стимулирование педагогического труда, и модернизацию лабораторного оборудования, и самого процесса обучения. Есть целый набор подвижек, которые, может быть, нельзя их пока назвать системными, но которые создают контуры формирования новой системы профессионального образования, так как за последние 20 с лишним лет она, по сути дела, была разрушена. У каждого региона свой опыт решения проблем профессионального образования. Чувашия была отмечена как регион, где наиболее успешно и эффективно проводится работа по созданию ресурсных центров, и наиболее высокий процент участия работодателей в подготовке образовательных программ учебных заведений. Также Чувашия вошла в тройку регионов-лидеров, полностью выполнивших обязательства по повышению заработной платы педагогам и мастерам производственного обучения. Последние годы со стороны бюджета деньги выделяли, работодатели подключились. Вкладываем средства для того, чтобы готовить способных, квалифицированных специалистов, которые после получения документа об образовании могли идти на производство и начинать сразу работать, выдавать продукт труда, производить товар. Только в 2014 году на развитие системы профессионального образования из бюджета республики будет направлено 38 миллионов рублей. Финансовая поддержка ведущих работодателей составит 86,5 миллионов. Общий объем финансирования региональной программы развития профобразования на год – более 156 миллионов рублей. Участники Совета обсудили и вопросы о сроках обучения в средних профессиональных образовательных учреждениях, единогласно сойдясь во мнении, что его надо увеличить с 2,5 лет до 2 лет 10 месяцев. Такие требования продиктованы экономическими интересами. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Оренбург, Республика. Ленты информационных агентств пестрят сообщениями об отравлениях курительными смесями. Случаи, в том числе с летальным исходом, зарегистрированы в Кирове, Сургуте и Хантамансийске. Минздрав Чуваши еще раз призвал к осторожности жителей республики. Вот эти препараты обладают крайне высоким токсическим действием. То есть его дозировка должна быть минимальной для того, чтобы вызвать судороги, остановку дыхания. И, соответственно, самое страшное у этого вещества, что люди, которые эти вещества попробовали, после того, когда приходят в состояние человеческое, они не помнят, что с ними было. То есть у них наблюдается нарушение памяти на весь период, который находились они в состоянии одуманивания. На улице Петрова приступили к разбору первого подъезда аварийного дома номер 9. Напомню, там на несущих стенах появились трещины, отдельные элементы конструкции выпали. Жители оказались под угрозой, но всех удалось эвакуировать. По техническому заключению экспертной комиссии Федерального центра науки и высоких технологий строение было признано непригодным для жилья. Конечно, ломать не строить, но в данном случае строители выполняют практически ювелирную работу. В любой момент может произойти обрушение, поэтому приходится быть особенно аккуратными. Начинают само собой с кровли. Постараемся максимально аккуратно, без полного обрушения на первом этапе разобрать, постараться максимально сохранить имущество и по возможности вытащить имущество граждан из демонтированных помещений. Строительная компания планирует закончить разбор первого подъезда до 10 октября. Далее будет проведено обследование оставшихся двух подъездов. И по решению экспертной комиссии вынесено решение либо о реконструкции, либо о полном сносе дома. Анастасия Алексеева, Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. День открытых дверей для налогоплательщиков Чувашии пройдет 27 сентября. Уже традиционные мероприятия хватит все районы республики. Каждый желающий сможет обратиться в ближайшую налоговую инспекцию и получить информацию по теме налогообложения. Кроме того, всем гражданам будет предоставлен доступ к сайту Федеральной налоговой службы России. 5 ноября истекает срок уплаты имущественных налогов для жителей Чувашии. О том, кто и когда должен уплатить налоги, расскажут в этот день налоговые инспекторы республики. Дни открытых дверей состоятся с 9 до 18 часов. Всех желающих ждем в наших инспекциях. Физические лица смогут подключиться к сервису личный кабинет налогоплательщиков физического лица, где могут просматривать уведомления, которые направлены были в их адрес, распечатывать их, оплачивать налоги онлайн. Кроме того, у жителей Чувашии будет возможность подать заявление об уточнении сведений по имущественному налогу. Налоговые инспекторы оперативно проверят данные, указанные в уведомлении. И сформулируют запрос об их уточнении. Более 2000 жителей Чувашии посетили день открытых дверей в прошлом году. Они отметили не только высокое качество обслуживания, но и праздничную атмосферу, царившую в налоговых участках. Следующая акция по информированию налогоплательщиков запланирована на 25 октября этого года. 1 октября – начало осеннего призыва в ряды Вооруженных сил России. В 2014 году срок прохождения службы для новобранцев останется неизменным – 12 месяцев. Напоминаем, что мужчины в возрасте от 18 до 27 лет являются военнообязанными и должны проходить службу в армии согласно федеральному закону о воинской обязанности и военной службе. Сегодня в военном комиссариате Чувашии накануне старта воинского призыва прошло традиционное осеннее совещание. В его работе приняли участие министр юстиции Чувашии Надежда Прокопьева, военный комиссар Чувашии Александр Макрушин, глава районов, представители районных военкоматов. Александр Макрушин подробно остановился на особенностях нынешнего осеннего призыва. У нас сейчас осенний призыв будет 1204 человека. Он традиционно меньше, чем весенний. Чем отличается этот призыв от предыдущего? Я, наверное, скажу так. Ну, первое. Сильно нас это не касается. Дело в том, что в связи с тем, что у нас нет военных кафедр, но ребята наши учатся в других субъектах, где есть военные кафедры, поэтому они имеют возможность там пройти обучение, после этого сборы 30-дневные, и при сдаче экзаменов, при положительном результате, они сразу же зачисляются на воинский учет, то есть получают военные билеты и в армию не идут. Это одна из особенностей. Есть еще вторая особенность. Ребята имеют право выбора, те, у которых есть высшее образование. Они, значит, могут пойти на год службы или же пойти на два года на контрактную службу. Что это такое? Это долго объяснять. Я хочу сказать, что у нас пункт набора на контрактную службу в республике находится на Пирогово-10. Если кто-то заинтересовался, пусть обратятся, а контрактная служба намного отличается, чем призыв. Вот. Ну вот это основные такие изменения по сравнению с прошлым годом. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Молоко в достатке, и мы в порядке. О пользе молока можно говорить бесконечно. Кальций, который содержится в молочных продуктах, укрепляет кости и зубы. Царица Египта считала, что в молоке кроется секрет вечной молодости. Принимать молочные ванны врачи все же не советуют, а выпивать стакан в день очень даже полезно. 27 сентября в столице Чувашии пройдет фестиваль молока. А сегодня состоялся автопробег, посвященный этому событию. Молоко, кефир, сыворотка, простокваша и ряженка. У любителей молочной продукции разбегались глаза. Все это можно было попробовать и даже забрать с собой. Для самых маленьких горожан сладкие молочные продукты, полный ассортимент которых можно будет увидеть на открытии фестиваля. Приглашаем гостей в республике города посетить фестиваль. На фестивале они могут познакомиться, попробовать новинки наших предприятий-производителей, дегустировать продукцию производимую. Здесь же можно получить консультации диетолога будет, проверить содержание калия в костях. Маршрут автопробега проходил через Чебоксара, Новочебоксарск и поселок Кугесе. Таким образом местные производители привлекли внимание жителей и гостей Чувашии к собственной продукции. И заявили о себе как об участниках фестиваля. Дарина Игнатьева, Светлана Аликимова, Сергей Рябчиков, Республика. Чебоксарские пожарные прошли экзамен на боеготовность. Условным огнем повышенного уровня сложности был объят универмаг Шупашкар. По сценарию в одном из отделов на третьем этаже произошло короткое замыкание, в результате чего загорелась отделка и мебель. Работникам магазина потушить пламя самостоятельно не удалось. Сработала пожарная сигнализация и в считанные минуты по сообщению диспетчера на место вызова прибыла техника. Две автоцистерны и лестница пожарной части номер 6. Для подкрепления приехали машины из других частей по тушению крупных пожаров. Все уже были готовы к ликвидации огня, как поступило срочное сообщение, что на третьем этаже остались два человека. Газодомозащитная служба отправилась на поиски. Один мужчина был обнаружен в убывном отделе. Его удалось вывести по лестнице. Еще одного пострадавшего эвакуировали при помощи автолестницы. Параллельно с поиском шла боевая работа по ликвидации пожара. Силы средства Чебоксарского гарнизона прибыли согласно расписанию. Поставленные задачи и справились. В преддверии форума «Россия и спортивная держава» в Чувашии прошли всероссийские соревнования по традиционным видам спорта среди сельского населения. В его рамках в спорткомплексе поселка Кугесе разыграли награды по борьбе кирижу. Напомним, Чувашская борьба на поясах – один из четырех официально признанных национальных видов спорта. Оспаривать первенство приехали силачи из девяти регионов страны. Соревнования проходят под эгидой общества урожая уже в четвертый раз. Как правило, все спортсмены, помимо киришу, занимаются другими видами борьбы и уже добились успехов. Среди участников состязаний немало мастеров и кандидатов в мастера спорта. Так что страсти кипели нешуточные. Сегодня же победа мне далась очень трудно. Соперники все тяжелые. Да, они легко, но что поделаешь. Это мужская работа. Мужик же должен делать свою работу, а не там курить и пить, и гулять там. На этот раз на ковер выходили только мужчины. Девушки в соревнованиях не участвовали. Хотя среди спортсменок, занимающихся различными видами борьбы, немало интересующихся киришу. Результаты добивались. Первые результаты дали, конечно, у нас это Лена Васильевна, сейчас Карпова. Она была и чемпионкой России, значит, на чемпионате мира среди юниорок. В Астрахани она заняла третье место в 2010 году. В прошлом году девять чемпионки мира стали ностью вашей. Одновременно с борцами состязались кроссмены и ходоки. Спортсмены сельской местности оспаривали награды как в личном, так и командном зачетах. Регина Кубайкина, Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня же в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак» города Чубаксара стартовал Кубок России по гиревому спорту. Атлеты из 40 регионов страны собрались, чтобы выявить сильнейших и решить, кто представит Россию на мировом помосте. Подробнее в следующем репортаже. В Чувашии гиревой спорт является традиционным. Поэтому надежды на наших атлетов возложены большие. Однако нельзя недооценивать соперников, которые также показывают превосходные результаты. Причем воспитаннику из Тюменской области Алексею Рябкову даже удалось установить новый рекорд России. Но спортсмены Чувашии готовы побороться за места на пьедестале. Ждем, что и надеемся, что команда Чувашского спублики в этой борьбе будет в тройке призеров. Я надеюсь, потому что мы выступаем полной командой. Здесь хорошо организована и составлена структура соревнований, структура тренировочных занятий. И чувствуется, ответственные люди со своим делом справляются на отлично. Сегодня женщины разыграли комплект наград в рывке, а мужчины в длинном цикле. К сожалению, для представителей Чувашии старт оказался не очень удачным. Так Сергею Соловьеву не удалось завоевать призового места. Несмотря на то, что в Кубке Европы 2012 года среди юниоров он стал первым. На этих соревнованиях ему пришлось сойти с помоста раньше времени. Сергей Соловьев, он, как бы сказать, тоже хорошо выступает по большому счету. Ну, чуть-чуть ему не хватает, конечно. В прошлом году он отбирался в состав юниорской сборной. Отличиться сумела чувашская атлетка Марины Федорова, заняв второе место. Но кроме нее из представителей Чувашской республики на пьедестал почета никто не поднялся. Но завтра нас ждет новый день и продолжение соревнований в двоеборье. Поэтому надежды на общекомандное призовое место у чувашской сборной все же есть. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Завтра в столицу Чувашии день сдачи норм ГТО. Всех желающих ждут на стадионе «Энергия» с 10 утра. Для каждой возрастной категории у мужчин и женщин свои нормативы комплекса ГТО. В них входят бег на 100 метров, прыжки в длину с места и отжимания. Для старшего поколения наклоны вперед с прямыми ногами на полу, сгибания-разгибания рук от скамьи и стула. Все участники фестиваля, которые сдадут нормативы, получат именные учетные книжки. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин